Игорь Михайлович, вы знаете, что сегодня вы с Тарж Макаровым на игру? Какое было такое решение? Ну, я сейчас говорил, что Василевский потренировал. Очень важно было посмотреть, как он чувствует себя на следующий день. И видно было, что он уставший, психологически много отдыхал и уже движения не те свежие. Та же ситуация в том году, как с Шекиновым и Бабковым. Поэтому мы приняли решение, и это оказалось правильное решение, чтобы выставить Макарова, тем более великолепные пять. Он в великолепной форме и хочет играть. Такое решение. Наша команда способна играть? Конечно, я еще говорю, чуть-чуть неудачно сложилась канадская игра. Если бы мы давили матч более легко, 6-1, 6-2, столько эмоций не затратили, столько физических сил. Я думаю, намного интереснее выиграли, особенно в Аталии. Вы считаете, что ребята выложились? Конечно. Но самое главное, эмоционально. Чувствовалось вчера у них, они уже сегодня на утренней тренировке, они тоже чувствуются. Нет, поэтому пришлось все равно раздевалки доставать из них. Я очень в этом плане благодарен. Все равно они доставали из себя тяжело. Всю игру работали. Поэтому вот в Аталии хотя бы 3-4 момента хороших мы еще создали. Я думаю, мы его задели. Но 1-2, там, в штангу Кузнецов попал, там, еще что-то было. Выходы 3-2. Григоренко в начале матча в Черенок защитник, быстрые ворота бросали. В этом чуть-чуть маловато было. Ну, создали бы чуть-чуть побольше. Тогда бы я помню. Первый перейдил в втором. Как оцените? Тяжеловато. Я еще раз говорю, тяжеловато. Физически, эмоционально. Все-таки в сборной Швеции один матч сыграл за 4 дня. Мы два очень тяжелейшие. И тем более с маленьким перерывом между играми. Поэтому это все было ожидаемо, что они были физически. Я уже вчера говорил, физически все сильные были. Самое главное очень чудо сыграть было в обороне. Но иметь хорошее ворота. Я говорю, маловато сыграли в атаке. Шведы сильнейшие соперники, против кого он довелся в турнире? Нет, они не могут. Я говорю, чуть-чуть ситуация им. Может быть, на их месте должно было быть выигрывание, кто играл. А если другие команды, из которых играли, это самые сильные команды? Ну, если они чемпионы звучат, да. А тренер Шведов говорит, что они в том году играли намного лучше, чем в этом. Я бы не сказал. Сейчас они играли намного продуктивнее. И вот это нагнетание, постоянные навороты, броски со всех позиций. И вот они немножко это поменяли. Поэтому такой, я имею в виду, разница в бросках. Хотя мы нашим тоже говорили, но это пока... Вообще, шведский хоккей молодежный. Вы знаете, что лет 6-7 серьезную программу молодежную приняли. Поэтому вот результаты... Эта работа, я думаю, вот он, пожалуйста. Какие положительные мыслики в этот партнер? Нет, то, что... Мы не одно... Самое важное, что постепенно команда набирала. Чувствовала, что и объединение шло. В общем-то... Это и помогло, и выигрыш с Чехами, и с канадцами, особенно. Я говорю, хорошее будущее, ребята. И я им благодарен. Ну, так сложилось. Поигрывающие там все? Ну, сложно говорить, честно. Домашний чемпионат, обычно, он такой тяжелый для хозяев всегда. Все говорили, канадцы выиграли. Как думаете, Свин сказал, с давлением на Кузнецова, на него тут и в прессе обрушились то, что он инвентуалист? Конечно, ну конечно. Ну, во-первых, публика вся опять болела за счет. Как будто мы опять играли против канадцев. Поэтому никто не... Я не понимаю почему, но не хотел, чтобы русский выиграл. Вы не проиграли ни одной игры в основное время и остались как бы без золотой медали. Это обидно? Ну, это хоккей, я еще раз говорю. Если так, в общем, брать финальную игру, конечно, более достойные были победы. Но это хоккей. Забей гуси в концерте за 30 секунд. И все, и все бы закончилось. Им немножко... Я говорю, я вообще говорил, что на этом чемпионате удача повернулась. При такой хорошей работе, при правильной работе с молодежью, все равно удача она придет. Им есть чемпионат. Удача была на их стороне. И опять она... Все правильно работает. Спасибо большое. Спасибо большое.